Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Бразов-Дружковский Глава первая Краткое содержание Город Николаевск-на-Амуре Пароход Байкал Мыс Пронге и вход в Лиман Сахалин-Полуостров Лаперус, Браутон, Крузенштерн и Невельской Японские исследователи Мыс Джаоре Татарский берег Де Кастри 5 июля 1890 года Я прибыл на пароходе в город Николаевск Один из самых восточных пунктов нашего Отечества Амур здесь очень широк До моря осталось только 27 верст Место величественное и красивое Но воспоминания о прошлом этого края Рассказы спутников о лютой зиме И о не менее лютых местных нравах Близость к каторге И самый вид заброшенного, вымирающего города Совершенно отнимают охоту Любоваться пейзажем Николаевск был основан не так давно В 1850 году Известным Геннадием Невельским И это едва ли не единственное светлое место в истории города В 50-е и 60-е годы, когда по Амуру Не щадя солдат, арестантов и переселенцев Насаждали культуру В Николаевске имели свое пребывание чиновники, управлявшие краем Наезжало сюда много всяких русских и иностранных авантюристов Селились поселенцы, прелещаемые необычайным изобилием рыбы и зверя И, по-видимому, город не был чужд человеческих интересов Так как был даже случай Что один заезжий ученый Нашел нужным и возможным прочесть здесь, в клубе, публичную лекцию Теперь же почти половина домов покинута своими хозяевами Полуразрушена И темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа Обыватели ведут сонную, пьяную жизнь И вообще живут впроголодь, чем Бог послал Пробавляются поставками рыбы на сахалин Золотым хищничеством Эксплуатацией инородцев Продажей понтов То есть оленьих рогов Из которых китайцы приготовляют возбудительные пилюли На пути от Хабаровки до Николаевска Мне приходилось встречать немало контрабандистов Здесь они не скрывают своей профессии Один из них, показывавший мне золотой песок и пару понтов Сказал мне с гордостью И мой отец был контрабандист Эксплуатация инородцев Эксплуатация инородцев Кроме обычного спаивания, одурачения и тому подобного Выражается иногда в оригинальной форме Так, николаевский купец Иванов Ныне покойный Каждое лето ездил на сахалин И брал там с геляков дань А неисправных плательщиков Истязал и вешал Гостиницы в городе нет В общественном собрании Мне позволили отдохнуть после обеда В зале с низким потолком Тут зимой, уговорят, даются балы На вопрос же мой, где я могу переночевать Только пожали плечами Делать нечего Пришлось две ночи провести на пароходе Когда же он ушел назад в Хабаровку Я очутился, как рак на мели Кому пойду? Багаж мой на пристани Я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать Как раз против города В двух-трех верстах от берега Стоит пароход Байкал На котором я пойду в Татарский пролив Но говорят, что он отойдет дня Через четыре или пять не раньше Хотя на его мачте уже развивается Отходный флаг Разве взять и поехать на Байкал? Но неловко Пожалуй, не пустят, скажут, рано Подул ветер Амур нахмурился и заволновался, как море Становится тоскливо Иду в собрание Долго обедаю там И слушаю, как за соседним столом говорят о золоте О понтах О фокуснике, приезжавшем в Николаевск О каком-то японце, дергающем зубы не щипцами, а просто пальцами Если внимательно и долго прислушиваться, то Боже мой, как далека здешняя жизнь от России Начиная с балыка из киты Которым закусывают здесь водку И кончая разговорами Во всем чувствуется что-то собственное Нерусское Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе Не говоря уж об оригинальной нерусской природе Мне все время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам Что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны Наша история скучна, и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами В отношении религиозном и политическом я замечал здесь полнейшее равнодушие Священники, которых я видел на Амуре, едят в пост скуромные И, между прочим, про одного из них в белом шелковом кафтане мне рассказывали, что он занимается золотым хищничеством, соперничая со своими духовными чадами Если хотите заставить амурца скучать и зевать, то заговорите с ним о политике, о русском правительстве, о русском искусстве И нравственность здесь какая-то особенная, не наша Рыцарское обращение с женщиной возводится почти в культ И в то же время не считается предосудительным уступить за деньги приятелю свою жену Или вот еще лучше С одной стороны, отсутствие сословных предрассудков здесь и с ссыльным держит себя, как сровней А с другой, не грех подстрелить в лесу китайца-бродягу, как собаку Или даже поохотиться тайком на горбачиков Но буду продолжать о себе Не найдя приюта, я под вечер решился отправиться на Байкал Но тут новая беда Развело порядочную зыбь, и лодочники-геляки не соглашаются везти ни за какие деньги Опять я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать Между тем уже заходит солнце, и волны на амуре темнеют На этом и на том берегу неистово воют геляцкие собаки «И зачем я сюда поехал?» — спрашиваю я себя И мое путешествие представляется мне крайне легкомысленным И мысль, что каторга уже близка, что через несколько дней я высажусь на Сахалинскую почву Не имея с собой ни одного рекомендательного письма Что меня могут попросить уехать обратно Эта мысль неприятно волнует меня Но вот, наконец, два геляка соглашаются везти меня за рубль И на лодке, сбитой из трех досок, я благополучно достигаю Байкала Это пароход морского типа средней величины Купец, показавшийся мне после байкальских и амурских пароходов довольно сносным Он совершает рейсы между Николаевском, Владивостоком и Японскими портами Возит почту, солдат, арестантов, пассажиров и грузы, главным образом казенные По контракту, заключенному с казной, которая платит ему солидную субсидию, он обязан несколько раз в течение лета заходить на Сахалин В Александровский пост и в Южный Корсаковский Тариф очень высокий, какого, вероятно, нет нигде в свете Колонизация, которая прежде всего требует свободы и легкости передвижения и высокие тарифы Это уж совсем непонятно Кают-компания и каюты на Байкале тесны, но чисты и обставлены вполне по-европейски Есть пианино Прислуга тут китайцы с длинными косами, их называют по-английски Бой Повар тоже китаец, но кухня у него русская, хотя все кушани бывают горьки от пряного керри и пахнут какими-то духами, вроде коррелопсиса Начитавшись о бурях и льдах татарского пролива, я ожидал встретить на Байкале китобоев с хриплыми голосами, брызгающих при разговоре табачной жвачкой В действительности же нашел людей вполне интеллигентных Командир парохода, господин Эл, уроженец западного края, плавает в северных морях уже более тридцати лет и прошел их вдоль и поперек На своем веку он видел много чудес, много знает и рассказывает интересно Покружив полжизни около Камчатки и Курильских островов, он, пожалуй, с большим правом, чем от Телла мог бы говорить о бесплоднейших пустынях, страшных бездных, утесах неприступных Я обязан ему многими сведениями, пригодившимися мне для этих записок У него три помощника Господин Б, племянник известного астронома Б И два шведа Иван Мартыныч и Иван Вениаминович Добрые и приветливые люди Восьмого июля перед обедом Байкал снялся с якоря С нами шли сотни-три солдат под командой офицера и несколько арестантов Одного арестанта сопровождала пятилетняя девочка, его дочь, которая, когда он поднимался по трапу, держалась за его кандалы Была, между прочим, одна каторжная, обращавшая на себя внимание тем, что за нею добровольно следовал на каторгу ее муж На амурских пароходах и Байкале арестанты помещаются на палубе вместе с пассажирами третьего класса Однажды, выйдя на рассвете прогуляться на бак, я увидел, как солдаты, женщины, дети, два китайца и арестанты в кадалах крепко спали, прижавшись друг к другу Их покрывала роса и было прохладно Конвойный стоял среди этой кучи тел, держась обеими руками за ружье и тоже спал Кроме меня и офицера было еще несколько классных пассажиров обоего пола и, между прочим, даже одна баронесса Читатель пусть не удивляется такому изобилию интеллигентных людей здесь, в пустыне По Амуру и в Приморской области интеллигенция при небольшом вообще населении составляет немалый процент И я здесь относительно больше, чем в любой русской губернии На Амуре есть и город, где одних лишь генералов, военных и штатских, насчитывают 16 Теперь их там, быть может, еще больше День был тихий и ясный На палубе жарко, в каютах душно В воде плюс 18 Такую погоду хоть Черному морю впору На правом берегу горел лес Сплошная зеленая масса выбрасывала из себя багровое пламя Клубы дыма слились в длинную, черную, неподвижную полосу, которая висит над лесом Пожар громадный, но кругом тишина и спокойствие Никому нет дела до того, что гибнут леса Очевидно, зеленое богатство принадлежит здесь одному только Богу После обеда часов в шесть мы уже были у мыса Пронге Тут кончается Азия И можно было бы сказать, что в этом месте Амур впадает в Великий океан Если бы поперек не стоял остров Сахалин Перед глазами широко расстилается лиман Впереди чуть видна туманная полоса Это каторжный остров Налево, теряясь в собственных извилинах, исчезает во мгле берег, уходящий в неведомый север Кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю И смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами И в самом деле справа, при самом повороте в лиман, где на отмеле приютилась геляцкая деревушка На двух лодках несутся к нам какие-то странные существа Вопят на непонятном языке и чем-то машут Трудно понять, что у них в руках Но когда они подплывают поближе, я различаю серых птиц «Это они хотят продать нам битых гусей», — объясняет кто-то Поворачиваем направо На всем нашем пути поставлены знаки, показывающие фарватер Командир не сходит с мостика, и механик не выходит из машины Байкал начинает идти все тише и тише и идет точно ощупью Осторожность нужна большая, так как здесь нетрудно сесть на мель Пароход сидит двенадцать с половиной футов Местами же ему приходится идти четырнадцати футов И был даже момент, когда нам послышалось, как он прополз килем по песку Вот этот-то мелкий фарватер и особенная картина, какую дают вместе татарские и сахалинские берега Послужили главную причиной тому, что Сахалин долго считали в Европе полуостровом В 1787 году, в июне, известный французский мореплаватель, граф Лаперуз Высадился на западном берегу Сахалина, выше сорок восьмого градуса И говорил тут с туземцами Судя по описанию, которое он оставил, на берегу застал он не одних только живших здесь айно Но и приехавших к ним торговать геляков, людей бывалых, хорошо знакомых и с Сахалином, и с татарским берегом Чертян на песке, они объяснили ему, что земля, на которой они живут, есть остров И что остров этот отделяется от материка и Иессо, Японии, проливами Лаперуз пишет, что свой остров они называли Чоку Но, вероятно, название этой геляки относили к чему-нибудь другому, и он их не понял На карте нашего Крашенинникова 1752 года на западном берегу Сахалина показана река Чуха Не имеет ли эта Чуха чего-нибудь общего с Чоку? Кстати сказать, Лаперуз пишет, что, рисуя остров и называя его Чоку, геляк нарисовал и речку Чоку переводится словом «мы» Затем, плывя дальше на север вдоль западного берега, он рассчитывал, что найдет выход из северо-японского моря в Охотское И тем значительно сократит свой путь в Камчатку Но чем выше подвигался он, тем пролив становился все мельче и мельче Глубина уменьшалась через каждую милю на одну сажень Плыл он к северу до тех пор, пока ему позволяли размеры его корабля И, дойдя до глубины девяти сажен, остановился Постепенное равномерное повышение дна И то, что в проливе течение было почти незаметно, привели его к убеждению, что он находится не в проливе, а в заливе И, что стало быть, Сахалин соединен с материком Перешейком В Декастре у него еще раз происходило совещание с геляками Когда он начертил им на бумаге остров, отделенный от материка, то один из них взял у него карандаш и, проведя через пролив черту, пояснил, что через этот перешейк гелякам приходится иногда перетаскивать свои лодки и что на нем даже растет трава Так понял Лаперуз Это еще крепче убедило его, что Сахалин — полуостров Девятью годами позже его в татарском проливе был англичанин Браутон Судно у него было небольшое, сидевшее в воде не глубже девяти футов, так что ему удалось пройти несколько выше Лаперуза Остановившись на глубине двух сажен, он послал к северу для промера своего помощника Этот на пути своем встречал среди мелей глубины, но они постепенно уменьшались и приводили его то к Сахалинскому берегу, то к низменным песчаным берегам другой стороны, и при этом получалась такая картина, как будто оба берега сливались Казалось, залив оканчивался здесь и никакого прохода не было Таким образом, и Браутон должен был заключить то же самое, что Лаперуз Наш знаменитый Крузенштерн, исследовавший берега острова в 1805 году, впал в ту же ошибку Плыл он к Сахалину уже с предвзятой мыслью, так как пользовался картой Лаперуза Он прошел вдоль восточного берега и, обогнув северные мысы Сахалина, вступил в самый пролив, держась направление с севера на юг И, казалось, был уже совсем близок к разрешению загадки, но постепенное уменьшение глубины до трех с половиной сажен, удельный вес воды, а главное предвзятая мысль, заставили и его признать существование перешейка, которого он не видел Но его все-таки точил червь сомнения Весьма вероятно, пишет он, что Сахалин был некогда, а может быть еще в недавние времена, островом Возвращался он назад, по-видимому, с неспокойной душой Тут, кстати, привести одно наблюдение Невельского Туземцы проводят обыкновенно между берегами черту для того, чтобы показать, что от берега к берегу можно проплыть на лодке То есть, что существует между берегами пролив Когда в Китае впервые попались ему на глаза записки Браутона, то он обрадовался немало То обстоятельство, что трое серьезных исследователей, точно сговорившись, повторили одну и ту же ошибку, говорит уже само за себя А если они не открыли входа в Амур, то потому, что имели в своем распоряжении самые скудные средства для исследования А главное, как гениальные люди подозревали и почти угадывали другую правду и должны были считаться с ней Что перешейки полуостров Сахалин не мифы, а существовали когда-то на самом деле, в настоящее время уже доказано Обстоятельная история исследования Сахалина имеется в книге Никольского «Остров Сахалин и его фауна позвоночных животных» В этой же книге можно найти и довольно подробный указатель литературы, относящийся к Сахалину Ошибка была исправлена в 1849 году Нивельским Авторитет его предшественников, однако, был еще так велик, что когда он донес о своих открытиях в Петербург, то ему не поверили Сочли его поступок дерзким и подлежащим наказанию и заключили его разжаловать К чему бы все это повело, если бы не заступничество самого государя, который нашел его поступок молодецким, благородным и патриотическим Подробности в его книге «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России» 1849-1855 годов Это был энергический, горячего темперамента человек, образованный, самоотверженный, гуманный До мозга костей проникнутый идеей и преданный ей фанатически, чистый, нравственно Один из знавших его пишет «Более честного человека мне не случалось встречать» На восточном побережье на Сахалине он сделал себе блестящую карьеру в какие-нибудь пять лет Но потерял дочь, которая умерла от голода, состарился Состарилась и потеряла здоровье его жена, молоденькая, хорошенькая и приветливая женщина, переносившая все лишения геройски Жена Невельского, Екатерина Ивановна, когда ехала из России к мужу, сделала верхом 1100 верст в 23 дня, будучи больною, потопким болотом и диким гористым тайгам и ледникам Охотского тракта Самый даровитый сподвижник Невельского, башняк, открывший императорскую гавань, когда ему было еще только 20 лет, мечтатель и дитя, так называет его один из сослуживцев, рассказывает в своих записках На транспорте Байкал мы все вместе перешли в Аян, и там пересели на слабый барк Шелихов Когда барк стал тонуть, никто не мог уговорить госпожу Невельскую первую съехать на берег «Командир и офицеры съезжают последними», — говорила она «И я съеду с барка тогда, когда ни одной женщины и ребенка не останется на судне» Так она и поступила Между тем барк уже лежал на боку Дальше башняк пишет, что часто находясь в обществе госпожи Невельской, он с товарищами не слыхал ни одной жалобы или упрека Напротив, всегда замечалось в ней спокойное и гордое сознание того горького, но высокого положения, которое предназначило ей проведение Она проводила зиму обыкновенно одна, так как мужчины были в командировках В комнатах с пятью градусами тепла Когда в 1852 году из Камчатки не пришли суда с провиантом, то все находились в более чем отчаянном положении Для грудных детей не было молока, больным не было свежей пищи и несколько человек умерло от цинги Невельская отдала свою единственную корову во всеобщее распоряжение Все, что было свежего, поступало в общую пользу Обращалась она с туземцами просто и с таким вниманием, что это замечалось даже неотесанными дикарями А ей было тогда только девятнадцать лет Смотри, лейтенант Башняк, экспедиция в Преамурском крае, морской сборник, 1859 год, номер второй Об ее трогательном обращении с геляками упоминает ее муж в своих записках «Екатерина Ивановна, — пишет он, — усаживала их в кружок на пол Около большой чашки с кашей или чаем В единственной бывшей во флигеле у нас комнате, служившей и залом, и гостиной, и столовой Они, наслаждаясь подобным угощением, весьма часто трепали хозяйку по плечу Посылая ее то за тамчи, табак, то за чаем Чтобы покончить с вопросом о перешейке и полуострове, считаю нелишним сообщить еще некоторые подробности В 1710 году пекинскими миссионерами по поручению китайского императора была начертана карта Татарии При составлении ее миссионеры пользовались японскими картами И это очевидно, так как в то время о проходимости Лаперузова и Татарского проливов могло быть известно только японцам Она была прислана во Францию и стала известной, потому что вошла в атлас географа Данвилля Эта карта послужила поводом к небольшому недоразумению, которому Сахалин обязан своим названием У западного берега Сахалина, как раз против Устья Амура, на карте есть надпись, сделанная миссионерами «Сагалин ангагата», что по-монгольски значит «Скалы черной реки» Это название относилось, вероятно, к какому-нибудь утесу или мысу у Устья Амура Во Франции же поняли иначе и отнесли к самому острову Отсюда и название «Сахалин», удержанное Крузенштерном и для русских карт У японцев Сахалин называли «Карафто» или «Карафту», что значит «Китайский остров» Работы японцев попадали в Европу или слишком поздно, когда в них уже не нуждались, или же подвергались неудачным поправкам На карте миссионеров Сахалин имел вид острова, но Донвиль отнесся к ней с недоверием и положил между островом и материком перешеек Японцы первые стали исследовать Сахалин, начиная с 1613 года, но в Европе придавали этому так мало значения, что когда впоследствии русские и японцы решали вопрос о том, кому принадлежит Сахалин, то о праве первого исследования говорили и писали только одни русские Японец, землемер Мамиа Ринзо, в 1808 году, путешествуя в лодке вдоль западного берега, побывал на татарском берегу у самого устья Амура и не раз плавал с острова на материке обратно Он первый доказал, что Сахалин остров Наш натуралист Шмидт отзывается за большую похвалой об его карте, находя, что она особенно значительна, так как, очевидно, основана на самостоятельных съемках Давно уже на очереди новое, возможно, тщательное исследование берегов Татарии и Сахалина Теперешние карты неудовлетворительны, что видно хотя бы из того, что суда, военные и коммерческие, часто садятся на мель и на камни гораздо чаще, чем об этом пишут в газетах Благодаря, главным образом, плохим картам, командиры судов здесь очень осторожны, мнительны и нервны Командир Байкала не доверяет официальной карте и смотрит в свою собственную, которую сам чертит и исправляет во время плавания Чтобы не сесть на мель, господин Эл не решился плыть ночью, и мы после захода солнца бросили якорь у мыса Джаоры На самом мысу, на горе, стоит одинокая избушка, в которой живет морской офицер, господин Б, ставящий знаки на фарватере и имеющий надзор за ними А за избушкой непроходимая дремучая тайга Командир послал господину Б свежего мяса Я воспользовался этим случаем и поплыл на шлюпке к берегу Вместо пристани куча больших скользких камней, по которым пришлось прыгать А на гору к избе ведет ряд ступеней из бревнушек, врытых в землю почти отвесно, так что поднимаясь, надо крепко держаться руками Но какой ужас! Пока я взбирался на гору и подходил к избе, меня окружали тучи комаров Буквально тучи, было темно от них Лицо и руки мои жгло, и не было возможности защищаться Я думаю, что если здесь остаться, ночевать под открытым небом, не окружив себя кострами, то можно погибнуть или по меньшей мере сойти с ума Изба разделяется сенями на две половины Налево живут матросы, направо офицер с семьей Хозяина дома не было Я застал изящно одетую интеллигентную даму, его жену, и двух дочерей, маленьких девочек, искусственных комарами В комнатах все стены покрыты еловую зеленью Окна затянуты марлей, пахнет дымом Но комары, несмотря ни на что, все-таки есть и жалят бедных девочек В комнате обстановка небогатая, лагерная Но в убранстве чувствуется что-то милое, вкусное На стене висят этюды и, между прочим, женская головка, набросанная карандашом Оказывается, что господин Б. — художник — Хорошо ли вам тут живется? — спрашиваю я даму — Хорошо, да вот только комары Свежему мясу она не обрадовалась По ее словам, она и дети уже привыкли к солонине и свежего мяса не любят Впрочем, вчера варили форелей, — добавила она Провожал меня до шлюпки угрюмый матрос, который, как будто догадавшись, о чем мне хочется спросить его, вздохнул и сказал — По доброй воле сюда не заедешь На другой день рано утром пошли дальше при совершенно тихой и теплой погоде Татарский берег горист и изобилует пиками, то есть острыми коническими вершинами Он слегка подернут синеватой мглой Это дым от далеких лесных пожаров, который здесь, как говорят, бывает иногда так густ, что становится опасен для моряков не меньше, чем туман Если бы птица полетела напрямик с моря через горы, то, наверное, не встретила бы ни одного жилья, ни одной живой души на расстоянии 500 верст и больше Берег весело зеленеет на солнце и, по-видимому, прекрасно обходится без человека Шесть часов были в самом узком месте пролива между мысами Похоби и Лазарева И очень близко видели оба берега Восемь проходили мимо шапки Небельского Так называется гора с бугром на вершине, похожем на шапку Утро было яркое, блестящее, и наслаждение, которое я испытывал, усиливалось еще от гордого сознания, что я вижу эти берега Во втором часу вошли в бухту Де Кастре Это единственное место, где могут во время бури укрываться суда, плавающие по проливу И не будь я, судоходство у сахалинских берегов, которые сплошь негостеприимны, было бы немыслимо О назначении этой бухты в настоящем и будущем смотри книгу Скальковского «Русская торговля в Тихом океане», страница 75 Даже есть такое выражение «удирать в Де Кастре» Бухта прекрасна и устроена природой точно по заказу Это круглый пруд, версты три в диаметре, с высокими берегами, защищающими от ветров, с нешироким выходом в море Если судить по наружному виду, то бухта идеальная, но, увы, это только кажется так Семь месяцев в году она бывает покрыта льдом, мало защищена от восточного ветра и так мелка, что пароходы бросают якори в двух верстах от берега А выход в море сторожат три острова, или вернее рифа, придающие бухте своеобразную красоту Один из них назван устричным Очень крупные и жирные устрицы водятся на его подводной части На берегу несколько домиков и церковь Это Александровский пост Тут живут начальник поста, его делопроизводитель и телеграфисты Один местный чиновник, приезжавший к нам на пароходе обедать, скучный и скучающий господин Много говорил за обедом, много пил и рассказал нам старый анекдот про гусей Которые, наевшись ягод из-под наливки и опьяневши, были приняты за мертвых, ощипаны и выброшены вон И потом, проспавшись, голые вернулись домой При этом чиновник побожился, что история с гусями происходила в Декастре в его собственном дворе Священника при церкви нет, и он, когда нужно, приезжает из Мариинска Хорошая погода бывает здесь очень редко, так же, как в Николаевске Говорят, что весною этого года здесь работала промерная экспедиция И во весь май было только три солнечных дня Извольте работать без солнца На рейде мы застали военные суда Бобр и Тунгус и две миноноски Вспоминается еще одна подробность Едва мы бросили якорь, как потемнело небо Собралась гроза, и вода приняла необыкновенный ярко-зеленый цвет Байкалу предстояло выгрузить четыре тысячи пудов казенного груза И потому остались в Декастре ночевать Чтобы скоротать время, я и механик удили с палубы рыбу И нам попадались очень крупные толстоголовые бычки Каких мне не приходилось ловить ни в Черном, ни в Азовском море Попадалась и Камбала Выгружают здесь пароходы всегда томительно долго, с раздражением и порчей крови Впрочем, это горькая участь всех наших восточных портов В Декастре выгружают на небольшие баржи-шаланды Которые могут приставать к берегу только во время прилива И потому нагруженные часто садятся на мель Случается, что благодаря этому пароход простаивает И за какой-нибудь сотни мешков муки Весь промежуток времени между отливом и приливом В Николаевске беспорядков еще больше Там, стоя на палубе Байкала, я видел, как буксирный пароход Тащивший большую баржу с двумя сотнями солдат Утерял свой буксирный канат Баржу понесло течением по рейду И она пошла прямо на якорную цепь парусного судна Стоявшего недалеко от нас Мы с замиранием сердца ждали Что вот еще один момент И баржа будет перерезана цепью Но, к счастью, добрые люди вовремя перехватили канат И солдаты отделались одним только испугом Читано по изданию Полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова Издание второе Том пятнадцатый Санкт-Петербург Издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 Санкт-Петербург 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 Издание Адольфа Федоровича Маркс